Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о французской карьере Александра Головина, который, к сожалению, по-прежнему травмирован и, по последним сообщениям, вернется через две недели и вернется пока что только в общую группу, а когда вернется на поле, вообще неизвестно. Ну, в общем, затягивается процесс его восстановления. Сперва думали, что он вернется в октябре, потом перенеслось это все на начало ноября, а теперь, как видимо, придется ждать уже середины или конца ноября месяца. В общем, сложная ситуация, конечно, для Александра и хотелось бы отметить, что болельщики Монако, несмотря на недавнюю победу над Бордо, где моногаски действительно добились успешного результата и показали качественную игру, несмотря на этот хороший матч, фанаты Монако по-прежнему считают, что команде не хватает Головина и что нужно срочно восстанавливаться Александру и возвращаться в строй. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну, а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Друзья, я знаю, что многие из вас делают ставки и хочу порекомендовать вам сайт, где я сам уже второй год играю. Это OneWin. У компании OneWin самые высокие коэффициенты, широкая линия и самое главное, у них быстрые выплаты без каких-либо скрытых комиссий. А если у вас есть Android или iOS, то вы можете скачать их мобильное приложение и играть прямо со своего телефона. Так что здесь все удобства. Крэпсу написал. Надо признать, что после его травмы мы почти перестали выигрывать. Он привносит в нашу игру скорость при переходе из обороны в атаку и является одним из немногих футболистов, которые делают разницу при игре один в один. Очевидно, что команде не достает Головина. Ну что ж, справедливое замечание. Действительно, Головин очень темповой футболист, способен проходить один в один, поэтому он для продвижения мяча, для начала атаки, конечно, очень важен. Хоу Олли написал. Когда он уже вернется? Я заждался. Ну, последняя информация. Через две недели возвращается в общую группу. Печи Мелба. Для чего вернется Головин? Ну, для чего? Мы недавно едва избежали вылета и он присутствовал на поле практически в каждой игре. Так для чего ему возвращаться? Нам толку-то чего? Он играет очень средне и не спасает нашу команду от проблем. Ну, я так понял, по этой логике нужно вообще весь состав прошлогодней выкинуть и весь состав паза прошлогодней. Потому что последние два сезона неудачны у Монако, ну, значит, нужно всю команду, видимо, поменять по этой логике. То, что некоторые игроки провели тот сезон сильнее, а некоторые хуже, это вообще не учитывается. Нужно каждого игрока, получается, отчислить их из команды по этой логике. Что Головин играл в прошлом сезоне неудачным, значит, он плохой игрок. Ну, логика, конечно, железная. Крэпсу написал в ответ. Он должен вернуться, потому что он единственный, кто делает разницу и создает остроту. Единственный настоящий мотор в нашей команде. Он техничен и старателен. Я бы сказал, что Головин второй лучший в нашей команде после Бен Едера. Ну, что ж, интересное мнение. Пока что Бен Едер, наверное, действительно лучший игрок Монако. Забивает много, ну, а Головин – это действительно мотор команды, без которого коллективу тяжеловато, прям скажем. Хотя, повторяю, последний матч для Монако вышел успешным. Джокер 25А. А мне кажется, что нам надо бы рассмотреть возможность расставания с Головиным. Он не может каждый год выбывать на полсезона. Тут одно из двух. Первое. Либо он ведет отвратительный образ жизни, и это оборачивается постоянными травмами. Второе. Он просто хрустальный. В результате, я думаю, он должен уйти. Раньше у меня были сомнения по этому поводу, но теперь я уверен. Предпочел бы видеть у нас в составе какого-нибудь игрока, который способен проводить 38 матчей в сезоне, а не травмироваться на полгода. Нам, конечно, действительно не хватает Головина, но рассчитывать на него мы не можем. Я бы предпочел, чтобы мы поменяли его на Брозовича или кого-то еще, кто способен играть много матчей. Ну и Артур Деос. Головин нашим спасительным в этом сезоне точно не станет. Он не тот игрок. Ну что ж, вот такое вот мнение. Действительно, Головин часто травмируется. Это большая проблема. Но будем надеяться, что эти травмы все-таки закончатся, и он поко... И он покажет себя. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.